Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале. Сегодня невероятно важная и нужная тема. Если вы ее поймете, если вы ее проработаете, то, в общем, ваш путь к успеху, независимо от того, чего бы он касался, эзотерики, какого-то духовного пути, или это просто ваши желания более материального плана, в любом случае ваш путь к достижению ваших целей и желаний будет намного короче, если вы поймете и примете, и проработаете, наверное, эту тему. Сегодня мы поговорим о блоках, как они возникают, и как они нам мешают в нашей жизни, в достижении, в движении, в развитии. Конечно же, мы все состоим из светлого и темного, холодного и горячего, да, мужского и женского, как, в общем, весь мир, да, вот вся планета, она такая двоякая, двуликая. И между этими состояниями, как крайностями, находится еще очень много состояний, качеств. Это как радуга, да, вот очень много оттенков, цветов, между какими-то краями, да, вы знаете, что согласно, как бы, физике, белого и черного не существует вообще. Белые – это все цвета, черные – это отсутствие цвета. Между, скажем так, отсутствием и наличием существует очень много-много разных оттенков. Так устроена природа, так устроен мир, и так устроены мы с вами. И для того, чтобы мы жили счастливо, гармонично, чтобы у нас все удавалось, нам просто необходимо жить открытыми, открытой природой, открытыми всем потоком, который существует в мире. Я вот люблю начинать практики там с учениками, и кто там со мной работает. Всегда начинать с того, чтобы объяснять, что все, что существует в мире, существует внутри нас. И самое важное – это принять. Самое важное – научиться доверять миру и доверять всем тем качествам, которые мир вам дает, мир вам посылает. Вы состоите из этих же качеств. Но часто мы эти потоки, все, что дает нам мир, именно то, что мы должны пропускать сквозь себя. Да, вот мы такие, такое вот решето, такое вот сито, сквозь которое свободно могут продувать любые ветра. Любые ветра. Мы не выбираем эти ветра. Мы с ними соглашаемся и разрешаем им проходить сквозь нас. Если только мы не начинаем эти сито, вот эти отверстия замыкать и не разрешать, тогда ветер, дуя в это сито, у него появляются препятствия, и он начинает ломать, он начинает нас сгибать, потому что мы это не пропускаем. Что же это такое? Это именно неприятие, вот именно отрицание ветра. Мне не нравится северный ветер, и я не хочу, чтобы он продувал сквозь меня. Что я беру? Я замыкаю какие-то отверстия, закрываю, но он будет дуть независимо от того, нравится мне это или нет. И если я окажусь слабее, то он меня просто сломает. Тогда зачем мне вообще закрываться? Уж лучше пусть он продует сквозь меня. Он идет своим потоком, он идет к своим целям, и я не вправе этим целям мешать. попробую объяснить на примере более бытовом, на примере более из личного опыта. Расскажу вам такую историю. Ну, это было, конечно, давно. Я еще тогда зрел, понимал, развивался, еще как-то у меня было больше сопротивлений, чем разрешений. в тот момент как-то активно стали пропагандировать женский футбол. и хотя я, в принципе, далек от футбола, но женский футбол вызывал во мне вообще какое-то странное чувство. Вот вроде бы меня это не касается, вот вроде бы мне должно быть все равно. Я не слежу за футболом, но сама вот эта идея вызывала во мне дикое отрицание. Для меня было странно, что бабы, именно бабы, для меня они не были ни девушками, ни женщинами. Вот какие-то потные бабы носятся по полю, за мечом, толкают друг друга, матерятся. И мои какие-то внутренние установки, то, наверное, чем я был напитан там с детства, там легендами о короле Артуре, там, где самая плохая, может быть, там, фея Моргана, там, его сестра злобная, как бы, такая колдунья, самое плохое, что она делала, она не материлась там и не бегла за мечом. Она могла быть хитрой отравительницей, как бы, ну, вот это вот такое, что-то женское в этом есть такое, да, то в данном случае мое представление о женском поведении, наверное, просто вот, ну, не сочеталось с тем, что я видел там в интернете или по телевизору, и когда наталкивался на этом. Но главное, что ведь меня же это цепляло, меня это цепляло, и я мог на этом циклиться на отрицание. У меня возникало злоба, возникало отторжение, мне хотелось говорить, как это не нужно, неправильно, это надо запретить, ну, всякие такие глупости. Потому, что это не сочеталось, именно потому, что это не сочеталось с тем, что я, наверное, представлял, как должна себя вести девушка, женщина, мать. Вот. И я понимал, что большинство людей как-то, ну, или им вообще все равно, или они, в общем, эту точку зрения со мной не разделяют. И я осознал, что это ощущение, такое понимание, такой гнев, он вредит только мне. То есть хуже становлюсь только я от своего неприятия. Мир не меняется. Футбол этот не запрещают. Все идет своим чередом. Гнев испытываю только я, боль от этого испытываю только я, недовольство этим испытываю только я. Я в себе взращиваю гнев, я в себе взращиваю боль. и значит, я формирую блоки. Я не даю этой энергии, энергии счастья, энергии просто жизни свободно протекать сквозь себя. И тогда я погрузил, пошел в медитацию, потому потому что у меня всегда если я что-то ощущаю в себе недопонимание мира, я все время стараюсь искать ответы в потоковом состоянии. То есть, когда вы выключаете любые ваши логические цепочки и даете миру просто общаться с вами. Такой поток, потоковое состояние. и когда я вошел в медитацию после какого-то наверное продолжительного времени, вдруг ко мне пришли образы, образы богини Бригитт. Это было, пришлось подсознание. Конечно, я не когда-то я не читал, и конечно, я когда-то делал какие-то практики на взаимодействие по ходу роста как бы своих взглядов в жизни, каких-то духовных практик, я взаимодействовал. У меня были какие-то энергетические связи с этим. Но это было конечно давно, и это было давно забыто. И вдруг мне почему-то приходит вот этот образ, вот эта богиня Бригитт, кто знает, она покровительница поэзии. Это такая ирландская богиня, еще языческая богиня, она покровительница поэзии, и в то же время, одновременно, она покровительница кузнечного ремесла. То есть это женщина с кувалдой, и в то же время, которая может писать стихи. Это богиня-целительница, и в то же время, это богиня войны. К ней обращались за мужественностью, к женщине обращались за мужественностью. Когда я вышел из медитации, я начал все это переваривать в голове, осознавать всю глубину этого образа, а ведь мы даже сейчас не говорим о том, существует ли Бригитт на самом деле или нет. Потому что в любом случае это проекция, это проекция какой-то высшей энергии, которая давалась тому народу, народности, которые искали свои ответы о жизни, и им давался такой вот образ. Так же, как когда-то Христос пришел к другому народу, чтобы провести высшие потоки, как пришел пророк Мухаммед в нужное время, нужным людям. То есть это происходит, как Будда проявился, его сила, его видни, его мысль проявилась. в нужное время нужным людям приходят некие проекции передать силу, мысль, то, что для них важно на том этапе и на том важном моменте, моменте существования этого общества, этой общности. И когда я начал осознавать это, принимать осознавать, что же несет с собой этот образ, у меня как будто что-то встало на место, что-то перещелкнуло. Почему же я запрещаю или почему меня перестало удовлетворять, что женщины также могут совмещать с себе те качества, которые, ну, как, может быть, мне тогда казалось, ненужные для них или неправильные для них. И я вам скажу, что, ну, я не могу сказать, что я полюбил женский футбол или стал там как-то усердно за ним следить, но отторжение, злость, отрицание у меня это точно убрало. я вот открыл те самые шлюзы, те двери, сквозь которые ветер может спокойно сквозь меня проходить. Я дал свободу потокам, я дал свободу энергии, и она стала делать меня сильнее. Она не стала сталкиваться с сопротивлением. Наша задача научиться принимать этот мир в любых его проявлениях. И немножко, кстати, отступая от темы, возвращаясь к Бригитт, христианская церковь, развиваясь, очень часто, ну, скажем, переформировала образы языческие под своих святых. И сейчас эта святая Бригитта она почитается и в католической и в православной церкви. Вот. И не знаю, почему мне вспомнилось. Я очень люблю Эстонию, очень люблю Таллин. В Таллине есть район Пирита, по-моему, называется. Поправьте меня, если я неправильно произношу. По-моему, Пирита район, где руины монастыря, который был еще основан в начале 15 века, по-моему, монастырь святой Бригитты. Это невероятно живописное место. Это невероятно энергетически сильное место. Кто помнит, кто может быть более, ну, вроде меня, постарше, был фильм «Город мастеров». Сказка такая была советского времени, вот его там снимали, Валерия когда-то пела песню «Таю на твоих губах», и клип был снят как раз тоже в этом монастыре. Это руины, это сохранился фасад такой, и что приятно, что, насколько я знаю, по последней информации, что он возрождается, что там уже есть снова монашки, которые вернулись и ведут службу. Вот, это здорово, когда что-то снова становится, возвращается к нам. У нас, кстати, на канале есть подписчик, вот я точно знаю, что из Эстонии есть один у нас подписчик, это я обращаюсь к пилигриму, и если он, может быть, у него выпадет свободный какой-то день, и он окажется как раз возле Таллина, в районе Пирита, и, может быть, он сделает какие-то новые фотографии, такой репортажик о том, как сейчас, как на сегодняшний день, как в 2024 году выглядит этот монастырь, выглядят эти руины, и, может быть, он сделает небольшой репортаж, который выложит к нам в Телеграм, вот у нас в Телеграме там уже несколько человек, мы так между собой как в семье так общаемся, вот, и, может, мы сделаем такой репортаж и выложим это в Телеграм, ссылки на Телеграм будут в описании, переходите, я надеюсь, что мы увидим, как выглядит этот монастырь, монастырь Святой Бригит, выглядит в наше время, это было бы здорово, здорово, и, возвращаясь к основной теме, мне очень хочется сказать, что мы должны не просто принимать мир, а на сегодняшний день, если у вас возникает гнев, если вы не любите то или иное проявление мира, если вы не видите замысел Господа или замысел Вселенной, и ругаетесь, и у вас возникает отрицание и гнев, то, наверное, настало время что-то продумать, что-то проработать, начните с того, чтобы выбрать то, что вас раздражает, раздражает в людях, раздражает в каких-то социальных качествах людей, ну, кому-то не нравится, может, там, как, а, молодежь, красит волосы в синий цвет, это так неправильно, вот мы в наше время, вот, если у вас возникают подобные эмоции, не только там, волос синего цвета, ну, и, там, пирсинга, там, ну, все, что угодно, если у вас возникают подобные отрицательные эмоции, то это говорит о том, что вы заблокированы, и вы вредите этими блоками только самим себе, а все потоки, которые идут сквозь вас, они неполноценны, и, возможно, в вашей жизни не хватает, ну, вот, какой-то грани, кому-то не хватает брака, кому-то не хватает денег, кому-то не хватает здоровья, у всех у нас есть какие-то маленькие собственные слабости или потребности, и вот эта нехватка, она может возникать именно потому, что вы заблокировали себя и заблокировали сквозь принятие к вам может прийти именно та недостача, которой вам не хватает, сквозь принятие и понимание этого мира во всем его разнообразии, во всех его красках, во всех его удивительных цветах. Я надеюсь, что мое послание было доходчивым, и я надеюсь, что вы обязательно попробуете практики, обязательно попробуете разобраться с собой, почему какие-то качества в других людях, какие-то особенности других людей, почему вас это раздражает, почему вас вызывает это гнев, и вы проработаете это, и станете открытыми миру, и мир обязательно, обязательно ответит вам на это своей любовью, своей гармонией, и принесет в вашу жизнь настоящее благословение со всеми дарами, которые как каталог, коней, их очень много в мире, и возможно они не приходят к вам именно потому, что вы закрылись от них. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь на телеграм, и конечно же ставьте лайки, мне всегда приятно читать ваши комментарии, и благословенны будьте. Будьте.